Глава двадцать четвертая Книги Иова Выходят на дело свое, вставая рано на добычу, степь дает хлеб для них и для детей их. Жнут они на поле не своем и собирают виноград у нечестивца. Нагие ночуют без покрова и без одеяния на стуже, мокнут от горных дождей и, не имея убежища, жмутся к скале. Отторгают от сосцов сироту и с нищего берут залог. Заставляют ходить нагими без одеяния и голодных кормят колоссиями. Между стенами выжимают масло оливковое, топчут в точилах и жаждут. В городе люди стонут и душа убиваемых вопиет, и Бог не воспрещает того. Есть из них враги света, не знают путей его и не ходят по стезим его. С рассветом встает убийца, умершляет бедного и нищего, а ночью бывает вором. И око прелюбодея ждет сумерков, говоря, ничей глаз не увидит меня и закрывает лицо. В темноте подкапывается под дома, которые днем они заметили для себя, не знают света. Ибо для них утро смертная тень, так как они знакомы с ужасами смертной тени. Легок такой на поверхности воды, проклята часть его на земле, и не смотрит он на дорогу садов виноградных. Засуха и жара поглощают снежную воду, так преисподняя грешников. Пусть забудет его утроба матери, пусть лакомится им червь, пусть не остается о нем память, как дерево пусть сломится беззаконник, который угнетает бездетную нерождавшую и вдове не делает добра. Он из сильных увлекает своей силой, он встает, и никто не уверен за жизнь свою, а он дает ему все для безопасности, и он на то опирается, и очи его видят пути их. Поднялись высоко, и вот нет их, падают и умирают, как и все, и как в верхушке колосьев срезывается. Если это не так, не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою?